В 1943 году 17-летний Николай попал в Чебаркуль в 124-й запасной полк. Дорогами войны рядовой долгунов в составе маршевой роты дошел до Берлина, где шли ожесточенные бои. Весной 1945-го Третий Рейх уже стоял на пороге полного краха. Подошли к Берлину, а там у них укрепление большое было, там невозможность было. Ну и потом мы ткнулись, приехали, а там у них зоты надстроены. Ура! Восьмого уже флаги гоняли этих немцам партиями, строили их оружие, они сами сложили. Уже некуда им деваться. Накануне капитуляции город представлял собой страшное зрелище. Из поврежденного газопровода вырывались языки пламени, освещая закопченные стены домов. Груды обломков на улицах. Бои, переходящие в рукопашную, шли повсюду. На крышах домов, в подвалах, в тоннелях, в берлинском метро. Все страшно было. Кто говорит, что не страшно, это неправда. Страшно. Я как вот на фронт прибыл первый раз. Спасибо старым, как говорится, солдатам. Приехал я. Парнишка, молодой, до кого. Берлинская операция – одна из крупнейших во Второй мировой войне. Победа в ней стала решающим фактором в завершении военного разгрома Германии. После падения Берлина, утратив жизнь на важные районы, Германия потеряла возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала. 9 мая ветеран помнит, как вчера. Собирались у нас, как было, около Рестаха, митинг был. Делали рекомендаторию. Тогда сам Берлин уже разделили. Вот у нас были русские ворота и Рестах. И вот где сейчас памятник стоит, это уже наших туда свозили. Пять лет старший сержант Долгунов служил в межсоюзной комендатуре. Демобилизовался Николай Иосифович в 1950 году. В мирное время он работал кочегаром на тепловозе, затем слесарем по ремонту котлов и турбин на Курганской ТЭЦ. Сотрудники предприятия ветеранов не забывают. Навещают их и оказывают материальную и моральную поддержку. Несмотря на преклонный возраст, ветеран оптимистично смотрит на жизнь. Считает, что его внукам очень повезло. Они из первых уст узнают всю правду о Великой Отечественной войне. Ведь историю можно переписать, что сегодня и делают в ряде стран. Но память ветеранов переписать невозможно. Лариса Драгункина, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру.